Всем привет! Сегодня у нас большой праздник, сегодня День Святого Николая. Это Николай Святой, он был чудотворцем. Сегодня считается, что это праздничный, такой очень сказочный, волшебный день. Поэтому поздравляю всех с этим праздником и обязательно верьте в чудеса и мечтайте, потому что мечты и желания исполняются обязательно. Вот я сейчас нахожусь в центре, решила заснять и вам показать, как у нас здесь проходит подготовка, как наряжены улицы в Люблине, в центре. Вот после ремонта, который он завершился этим летом, появились вот эти столбы, и на них вот такие украшения. Конечно, сейчас это все очень плохо видно, потому что еще светло, но вечером я не собираюсь сюда приходить сегодня, потому что сегодня нереально холодно. Просто, ну, то мозга костей пробирает, всего лишь где-то, наверное, минус 2-3 градуса. Ну, очень сильный ветер и влажность, поэтому очень неприятно так на улице. О, и я вижу уже елочку. В этом году она немножко в другом месте расположена. Сейчас подойдем к ней поближе, посмотрим елочку. Ура! Ура! Желаемы тебя в этой зиме сеплым сердцем! СЕРЦЕСЯЦЯЦЯЦям! СЕРЦЕСЯЦЯЦям! Реженщик, дубляция, 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 грая точнее, чем сядечку на ливке, Вот такой вертеп небольшой, у ёлочка в этом году расположена немножко в другом месте, людей не много, потому что мы реально холодно. И вот ёлочка такая одна из. Я думаю, что это даже живая ёлочка. Да, это живая. Вот такая. На свете соперливается, но в камере это не так заметно. Не приближается, потому что руки задубели просто. Вот такая пешеходная улица, краковские пшельмиссии. Это отремонтирована та же часть. В прошлом году таких украшений не было, потому что не было этих столбиков, фонариков и деревьев. Ой, как красиво. Здесь, наверное, когда стемнеет, ещё светлее. Ой, ещё светлее, ну да. Когда стемнеет, ещё красивее будет. Но всё равно. Сейчас хоть и начало третьего, не очень-то и светло, поэтому все фонарики отчётливо видно. Такие здесь ангелы, ангелочки. Руки нужно прятать в периметрине, потому что реально замерзают моментально. Всё. А вот здесь... А, да. Вот монтируют. Я так понимаю, только устанавливают. Вот эти будочки с разными российскими товарами. Я так предполагаю, что он в субботу. Здесь должно быть очень всё празднично, красиво, открыто. Нужно вот суббота с Сашей обязательно сюда приехать. Сегодня только будний день. Да, странно немножко, потому что уже через фактически меньше, чем неделю, рощество. А будочки только устанавливаются. Вот так здесь будет красиво. Я думаю, что там частично уже что-то и открыто. Нет. Вот похоже, что только всё устанавливается. А я Сашу мучила, говорила ему, поехали. И на прошлых выходных я хотела сюда приехать. Я думала, что как раз разгар будет ярмарья рождественская. А здесь мы ничего бы и не застали. Потому что только-только всё монтируется, всё устанавливается. То есть это на этих выходных должно быть здесь красиво и празднично. Вот так, как я и предполагала ещё одна ёлочка. Вот какая она красивая. Я вот подошла поближе и видела, что очень красиво украшена ёлочка. Свечки, такие гирлянды в виде свечей горящих. Музыки только не хватает. Рождественские песен, мелодии. А так всё классно. А вот так сейчас украшен старый город. Даже гирлянды светятся. Но из-за того, что да, серо на улице, они хорошо видны. Фонарики. Так. Должна быть где-то ещё одна ёлка. Сейчас посмотрим. Нужно куда-то прятаться. Потому что очень холодно. И вот какая красота. Тоже очень красиво. Возле ресторанчика ёлочки украшены стоят. Классно. Ну, чтобы вы понимали, вот покажу вам руку, которую держу камеру. Вот. Просто обледеневшая. Красная. Моментально становится красной. И вот. Нашла я ещё одну ёлочку. Плохо что-то её видно. Вот такая она. Это уже искусственно однозначно. Вот. Очень холодно. Невероятно холодно. Я ещё решила зайти по дороге в Люблин кваза торговый центр. Вот так сейчас украшены торговые центры. Красиво всё. Внизу вот такая ярмарка проходит на первом этаже. Но украшения такие же, как были и в прошлом году. Ну, я не помню, какие были в позапрошлом. Но в прошлом были точно такие же. Ну, людей, в принципе, очень много. Как для рабочего времени. Рабочие дня. Поэтому снимать не очень комфортно. Решила вам показать просто вот украшения. Вовсю все бегают за подарками в поисках подарков. Вот такая одежда предлагается. Это мохито. Интересные, кстати, есть вещички. И праздничные тоже есть вещи. Достаточно привлекательные. Вот такие вещи. Здесь вот ещё ёлочки украшенные такие. Ну, в принципе, красиво. Красиво ощущается праздник. Приближение праздника. Вот так. Вот как украсили в магазине. Всё очень красиво. Поищаем дам распродажи тоже полным потом идут. Ну, и не только. Сейчас во многих магазинах минус пятьдесят процентов. Ну, это, естественно, не на всё, а частично. Пошел. В Meh. Вместе. Вместе. Продолжение следует...